Добрый вечер, в студии Екатерина Абрамова вместе. Подведем сегодня итоги уходящей недели. Добрый вечер, в студии Екатерина Абрамова вместе. Узнала подробности турецкого периода жизни Джалилова, а еще выяснила, как узбек по национальности уроженец юга Кыргызстана стал гражданином России. В Петербург из города Героя Оши можно добраться десятками рейсов прямо или с пересадками. Первая станция метро, куда спускаются гости из Кыргызстана, Московская. Она ближе всего к аэропорту. Сюда, из Пулково, приезжают рейсовые автобусы. Возможно, в 2011 году, когда подросток Джалилов впервые приехал в северную столицу России, его знакомство с городской подземкой началось именно здесь, на синей ветке. Уже известно, в Петербург он прибыл по российскому загранпаспорту. Его 16-летнему выходцу из Кыргызстана выдали еще на родине, в городе Оши. Благодаря отцу к тому моменту он уже был россиянином. На нашем консульском сленге это называется по родителям. Если у гражданина России, который постоянно проживает в России, есть дети, они могут практически, ну не автоматически, но имеют облегченные возможности обратиться к нам заявлением и дать гражданство своим детям. Другими словами, упрощенная схема. Пакет документов был минимальный. Прошение, паспорт отца, подтверждение прописки, заявление родителя гражданина России, паспорт и согласие второго родителя, свидетельство о заключении брака, фото ребенка, его свидетельство о рождении и консульский сбор. Справки были собраны всего за несколько дней. Проверка документов ФСБ и ФМС заняла всего каких-то три месяца. Мальчик с распространенными в Центральной Азии именем и фамилией спецслужбы не заинтересовал. Семья собиралась перебраться на постоянное место жительства в Петербург. Так было указано в прошении. Не исключено, что Джалиловы хотели уехать, потому что на родине было опасно. В 2010 году после переворота у нас поменялся власть и было межнациональное столкновение именно на территории Республики Кыргызстана в городе Ош и Джалабадской области. И вот после 2010 года действительно был большой поток. Большой поток мигрантов переселились на территории Российской Федерации. О Джалиловых говорят среднего достатка. Акбарджон был старшим мальчиком в семье. Есть еще сестра и младший брат. Науки давались Акбарджону тяжело. Спортивные дисциплины шли лучше. Впрочем, это почти все, что сейчас можно сказать о родне предполагаемого смертника и о нем самом. Так мало внимания они все к себе привлекали в родном Оше. Честно говоря, я Акбара вообще здесь не видел. На днях встречал папу. Он как три месяца в автомастерской работает. Я слышал, что и в России они вместе с сыном ремонтировали машины. Комендантский проспект 16, корпус 1. Именно здесь в 2011 году Акбарджон Джалилов прописался, но не жил. Здесь его вообще никто и никогда не видел. Как большинство приезжих он купил за недорого по объявлению себе регистрацию, чтобы потом без проблем устроиться на работу. В Петербурге он сначала действительно трудился в автосервисе. Затем в 2013 году устроился поваром в суши-шоп во Всеволожске. Это под Петербургом. Проявил себя как ответственный, порядочный, исполнительный, добрый молодой человек, отзывчивый, не агрессивный, не негативный, но при этом не выделяющийся из толпы. В декабре 2015-го Джалилов уволился из суши-шопа. Коллеги больше его не видели. Это страница Джалилова в социальных сетях. 10 друзей, полторы сотни подписчиков, 14 фотографий. На них Акбарджон с друзьями, дорогие автомобили, девушки. Обычные интересы. Он слушал Стинга, Лимбискет, Протиджи. Из группы, на которые подписался, только одна посвящена исламу. На вид нет даже намека на экстремизм. Но незадолго до увольнения с работы свою страницу пользователь забросил. И пропал из поля зрения даже старых друзей. На след Джалилова смогли выйти турецкие журналисты. Денис Зейрек провел собственное расследование и выяснил, весь 2016 год тот провел в Турции. Он въехал как турист и не запрашивал визу. По словам друга, Джалилов посетил Анталию, потому что там живет его дядя. Но известно, что его дядя был также депортирован из Турции в 2015 году. Так что, когда Джалилов прибыл в Анталию, его здесь не было. Журналист еще одного авторитетного издания выяснил, в декабре прошлого года Джалилов был депортирован в Россию и внесен в черный список за нарушение режима пребывания в стране. Известно, Турция – это перевалочный пункт для сторонников запрещенный ИГИЛ из самых разных стран. Сразу появились предположения, что именно здесь Джалилова завербовали. Он воевал, судя по всему, в Сирии. Потом приходил в Турцию, каким-то образом отдыхал, может быть, лечился. Потом уходил обратно. В любом случае, в Россию Акбарджон вернулся абсолютно беспрепятственно. Если мы сейчас возьмем последние данные, сколько рабочей силы так называемых мигрантов находятся на территории России и работают в России, если я не ошибаюсь, миллион двести узбеков, дальше я не перечисляю, то есть огромное количество. Если мы думаем, что спецслужбам хватит сил на каждого узбека, киргиза или таджика поставить, как мы говорим в оперативной работе, не красный флажок, этого сделать невозможно. В марте этого года Джалилов навещал родных в Кыргызстане. В Петербург почему-то возвращался через Москву. А потом снял однушку в спальном районе. Именно отсюда, через двое суток после своего дня рождения, он спустился в метро и отправился в свое последнее путешествие. Анастасия Глебова, Елена Воротилова, Гульбара Кинжеева, Денис Шамонтьев. Программа «Вместе». Правоохранительные органы продолжают сейчас искать возможных сообщников Джалилова на причастность к теракту в метро. Сейчас проверяют 9 человек, все они выходцы из стран Центральной Азии и, по версии следствия, вербовали своих соотечественников в ряды террористических организаций. Свои действия силовики активизировали буквально по всей стране. Вот эти кадры сняты в Твери. Спецназ ФСБ задерживает членов еще одной группировки. Снова вербовщики, на этот раз 5 человек. И снова граждане стран Центральной Азии. При обыске найдены экстремистская литература и видеоролики, призывающие ехать воевать в Сирию. Результаты анализа имеющейся информации свидетельствуют, что основной костяк террористических групп составляет граждане стран СНГ, прибывших в Россию в потоках трудовой миграции. Часть из них проходила подготовка и участвовала в боевых действиях в Сирии и в Раде. После прибытия в нашу страну указанные лица разворачивают активную вербовочную деятельность в мигрантской среде, рекрутируя исполнителей терактов в российских регионах. Директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национальной антитеррористической комиссии призвал усилить контроль в миграционной сфере. Это касается не только иностранцев, но и действий чиновников, бизнесменов, а также россиян, сдающих свое жилье в наем. Ну вот такой вот прошедшую неделю увидели наши корреспонденты, операторы и редакторы. Мы же вернемся к вам уже в следующее воскресенье. Всего доброго, на месте интересных. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»